Братья, ну вот Бог, именно когда дает нам изобилие, Он начинает нас учить упованию. В скудости мы учимся одному упованию, а в изобилии мы учимся совершенно другому упованию. У нас в церкви есть брат, который очень много потрудился для церкви, он еще не крещеный. Он сделал для церкви, если говорить о личном участии, наверное, больше всех для нашей стройки. Вот, но он мне рассказал, как он обратился к Богу. Его первую молитву, у него две дочери. Приходит девочка домой, девочке 15 лет, и говорит, папочка, нога болит. Ну и говорит, покажи, что там у тебя. А у нее там что-то, какое-то образование. Он девочку садит на машину, едет сразу в больницу. Врач вот так открыл глаза, говорит, езжайте вонка. Ну и руки затряслись у папы. Девочка в слезы, приезжает вонка, врач посмотрел, говорит, если завтра отрежем ногу, то девочка может умереть. Нужно сегодня резать ногу. То есть даже до завтра нет времени. Прямо сейчас сложим ее, нужно отрезать ногу по бедро. Девочке 15 лет. Слезы, истерика. И он говорит, я не смог сесть за руль. Я в таком переживании друг сел за руль. Мы прямо с онкологической больницы сели в машину и поехали. Я созвонился с Киевом, говорит. Всю дорогу мы мчались на огромной скорости. Примерно 6 часов нам понадобилось. Говорит, но я на заднем сиденье откинулся в машине. И не было у меня секунды, чтобы я не молился Богу. Я все 6 часов молился. Я понимал, что сейчас деньги не помогут. И если надо было бы, я любую сумму дал бы. Любую. Мне без разницы была какая сумма. Но здесь мне не помогло богатство. Мне нужно было упование на Бога. Вот сделай какое-то чудо. Вот я не знаю какое. Мне говорят, что дочь моя или умрет, или останется без ноги. Ни то, ни другое меня не устраивает. Господи, сделай так, чтобы дочь моя осталась жива и с двумя ногами. И вот сейчас его дочь и жива, и с двумя ногами. И вот этот опыт упования на Бога, неверующего человека, помог ему поставить правильные акценты. Друзья, Бог нашел путь. Его сегодня главная учеба в школе изобилия – это научиться уповать не на богатство, а на Бога. И он сейчас две трети занятости своей просто скинул, освободил. И он говорит, ты знаешь, у меня прибыль не уменьшилась. А руки освободились. Уникальный человек. И он говорит, я учусь разговаривать с отцом. У него настолько теплое отношение с Богом. Он говорит, я понял, что в мире ничто не имеет никакой ценности, никакого значения. У меня есть Отец на небе. Это человек, который умышленно, знаете, властно отодвинул богатство и свое упование переложил на Бога. Сегодня есть люди, которые толком-то и ничего не имеют, а пытаются как-то возложить свое упование на какие-то материальные ценности. Братья, это школа изобилия. Когда Бог нас учит упованию не на наши ресурсы, а упованию на Бога. Один богослов, доктор Муди, сказал так. У меня сегодня так много дел, что я должен два часа быть в молитве. Подписывайтесь на наш канал «Примеры из жизни» и следите за обновлениями, чтобы не пропустить наши новые видео. Мы рады каждому зрителю, ведь вы являетесь нашим вдохновением и мотивацией к созданию новых видео. Мы хотим быть для вас не просто развлечением, но источником вдохновения, ободрения и укрепления в вере, на жизненном пути. Спасибо, что вы с нами. Да благословит вас Бог.